всем привет меня зовут оксана я хочу сделать видео и поговорить на такую очень многим покажется странную тему но меня этот вопрос беспокоит уже 10 лет я считаю что все-таки нужно об этом говорить и возможно кто-то из слушателей кто-то из людей кто имел подобный опыт в своей жизни сможет мне подсказать и дать ответы на те вопросы которые меня волнуют я хочу поговорить о таком явлении как psy операторы и gang stalking я с этим столкнулась своей жизни 10 лет назад в 2012 году я не знаю правильно ли это определение этому явлению потому как у меня есть своей мысли на этот счет но буквально недавно я в интернете нашла информацию об этом именно опции операторах моббинге gang stalking и это очень похоже на то что происходило и происходит со мной в моей жизни ну чтобы так коротко постараюсь обрисовать ситуацию потому как я повторюсь я считаю важным я посчитала важным об этом говорить и сделать видео поделиться своим опытом потому как вижу что очень многие люди попадают под это опять же я не знаю точно как это охарактеризовать и что это заявление но я увидела что я не 1 и далеко не 1 и это явление становится все более и более распространенным значит ситуация следующая в 2012 году у меня начало происходить самая настоящая мистика я занималась творчеством у меня испытывала очень сильное вдохновение такое было приподнятое состояние я могла не спать чувствовала прилив сил энергии вот и скажем так я пробовала такую технику интуитивного творчества когда я не планировала то что я буду рисовать и у меня получались такие странные изображения связанные с сакральной геометрией хотя и никогда и не интересовалась связанные с инопланетянами с пирамидами с с древним египтом хотя повторюсь я никогда в эту тему не вникала в своей жизни вот и был очень сильный прилив сил энергии и вдруг в какой-то день началась самая настоящая мистика со мной вышел на связь человек через интернет через компьютер вот я понимаю что сейчас все это может звучать безумно и вы можете просто многие не поверят скажет что вот это сумасшествие это безумие но я скажу расскажу дальше эту историю со мной вышел на связь человек через компьютер которого я знала которым у меня были чувства с которым я познакомилась за год до всех этих событий и он мне при встрече при знакомстве показался достаточно странным и необычным вот и после знакомства с ним у меня появилась очень сильная страсть и одержимость он не снился ночью я просыпалась чувствуя его присутствие мне казалось что он где-то рядом я не знаю то есть происходило что-то такое непонятно мистическое но я не придавала этому значения и вот в тот момент когда я была вот таком творческом пике дано таком вдохновение это человек начал выкладывать у себя в соцсетях музыку и фразы видео напрямую связанные с моим состоянием с моими обстоятельствами или с тем что я думала что я чувствовала опять же я не придала этому значения но я понимала что происходит что-то из ряда вон выходящие вот и это все продолжалось несколько дней затем я заметила что у меня компьютер начал жить своей жизнью у меня вышла из-под контроля полностью техника у меня сама собой включалась музыка останавливалась на паузу видео которое я смотрела сама по себе у меня менялись закладки менялась лента новостей меня все полностью менялась даже визуально картинка соцсетей менялась вот и я поняла что человек вошел со мной в контакт каким-то образом я это осознала и когда я пыталась писать у себя в компьютере ему то что я думаю о он отвечал кто-то печатал текст как ответ у меня прямо в графе притом это просто в гугле да я писала и в поисковике шел ответ от этого человека то есть я подумала ну окей ну взломали компьютер наверно на просто ну иначе человек хакер он сломал компьютер и я думала что я попрошу кого-то из специалистов чтобы проверили взломан ли у меня комп и когда я нашла этого специалиста я не могла с ним созвониться у меня были сбои звонков в телефоне у меня сам собой посылал вызовы принимал вызовы телефон то есть шел какой-то сбой тотальный с техникой в наушниках когда я шла по улице слушала музыку у меня музыка сама собой переключалась вот и все время что-то препятствовало да то есть я была в таком скажем так шоке я не понимала что происходит но это были только цветочки потому как чем дальше этот контакт не прямой да скажем так косвенно чем дальше этот контакт продолжался тем больше я понимала что происходит что-то не то я чувствовала какое-то воздействие меня как будто погружали в сон сонливое состояние вечером когда я не хотела спать я вдруг резко на меня нахлынуло состояние такой сонливости я легла спать и мне приснился жуткий кошмар мне приснился дьявол который меня преследовал и мне приснился до такой степени страшный жуткий сон реалистичный что я после этого проснулась и писала своему знакомому чтобы он за меня помолился потому что мне было невероятно страшно вот и в течение его там нескольких недели продолжался этот такой не прямой непрямая такая связь и я начала понимать что человек чувствует меня на расстоянии он дал мне понять чтобы я его ощутила началась открытая фаза я поняла что человек я начала его чувствовать внутри мне могла прийти в голову какая-то мелодия песня и тут же он ее выставлял у себя в соцсетях и таких совпадений в кавычках было множество сотни тысячи таких совпадений и это все было в такой еще насмешливой форме да то есть давал мне понять всячески что он меня чувствует что он меня видит что поначалу я думала что это как-то снаружи я уехала в крыму в горы спряталась от цивилизации от камер от техники но там я поняла что это внутри меня в моей голове что человек каким-то образом проник в мое сознание и у меня начались очень сильный звон в ушах панические атаки я хотела сброситься со скалы у меня были мерзости в голове прям взрыв канализации в моем сознании такое транслировалось что я просто не могла я это были такие пытки что я была готова прыгнуть со скалы в этом крыму вот и я не знала кому мне обратиться что мне делать в такой ситуации потому что любой нормальчик бы сказала что я просто сошла с ума и вот этот непрямой контакт связь продолжала человек все время мне указывал на то что со мной происходит в такой насмешливой форме у меня начались вот эти вот мысли я не могу сказать что это голоса но все мерзости постоянно транслировались в моем сознании у меня был постоянный звон в ушах у меня были до такой степени сильные панические атаки что я думала что я просто не выживу вот пока я еще была в рассудке какое-то время я чудом попала в израиль на святую землю с знакомым у которого я была переводчиком вот и я понимаю что но это знаете это как какой-то триллер в таком состоянии оказаться в пустыне в вифрееме то есть я на данный момент я верующая христианка я знаю что бог есть меня рождена свыше была рождена свыше пять лет назад вот но эта тема я коснусь позже в общем на то время это был 2000 уже 13 14 год я терпела эти состояния постоянно но мой разум не выдерживал я все больше и больше сходила с ума это было невыносимые состояния и на каком-то этапе я утратила рассудок то есть я начала бродить по улицам бросаться под машины ну ну потеряла потеряла 1 рассудок полностью то есть когда меня нашла моя мама на улице она меня отправила в психбольницу вот после чего где-то через месяц ко мне вернулся рассудок я пришла в себя но шлейф этот тянулся и все последующие годы хоть у меня не было рецидивов но я имею ввиду в плане психики понятно что мне поставили диагноз вот но эти воспоминания они мне не давали покоя все последующие годы я пыталась разобраться что же то и как это объяснить после того как я пришла к богу я покаялась искренне у меня было крещение духом святым рождение свыше это все полностью ушло даже депрессия ушла я вообще летала на крыльях я поняла что бог реален что сильнее этого всего была очень сильная благодать я духовно переродилась я себя чувствовала духом они человеком все эти триггеры все это весь этот кошмар отступил вот но с годами вот уже прошло пять лет как я покаялась меня начали вновь и вновь посещать эти воспоминания эти мысли периодически все эти симптомы возвращаются и но сейчас уже мне легче так как прошло десять лет и я как бы более уже спокойно в этом отношении хотя до сих пор какие-то вот эти вот моменты присутствуют побочные ну представьте да то есть изначально когда это случилось я не могла сходить не в туалет не в душ не говорить с людьми мне казалось время я понимала что меня слышат видят вот но я также четко понимала что-то человек уже внутри меня что он в моем сознании не знаю в моем сердце и в душе я я не понимала как это объяснить вот но вместе с тем как прошли вот эти тяжелые симптомы вот эти панические атаки да вот эти мерзкие мысли унижения меня огнобление меня и все прочее понемногу когда выровнялась мое состояние я уже столкнулась с таким явлением как ганг сталкинг я не знала что это заявление я не понимала я только недавно узнала что есть люди которые через похожие проходят и таких людей достаточно много только недавно я нашла этому объяснение это я до сих пор точно не понимаю что это объясню в двух словах последние годы происходит следующая картина куда бы я не пошла на какую работу бы я не пошла в какую страну бы я не поехала меня постоянно преследуют какие-то люди окружают ok пускай не преследуют окружают меня люди которые меня начинают может быть не сразу а с течением какое-то время не начинают меня гнобить подавлять косвенно причинять мне моральный ущерб ну как это психологическое давление порабощение и чем дальше тем чаще это происходит и тем явнее это происходит извините меня конечно но слишком много совпадений но слишком много таких явлений которым просто уже которые уже просто не поддаются никакому объяснению это от этого действительно можно сойти сумма хотя и человек достаточно разносторонне развитые я знаю языки иностранные знаю имею высшее образование и опыт работы в разных сферах и ранее я была достаточно общительная у меня был большой круг знакомых друзей вот я находилась в разных сообществах в разных скажем так в разном окружении вот ну окей я думала хорошо ну вот я не ну как по библии да там я не от мира сего будете ненавидимы всеми за имя мое вот как иисус говорил да что будут гонения будут такие вот явления но это уже дошло до того что друзья я вам скажу больше последний год как в принципе и до этого но вот последний год я же говорю со временем она все сильнее и сильнее у меня доходило до того что вот я выхожу на улицу я о чем-то думаю и окружающие люди начинают вокруг меня об этом говорить но думаю ну ладно совпадение но это происходило все чаще и чаще затем в этом в прошлом году я решила присоединиться к одному сообществу христианскому вот за городом возле бучи это было до начала войны как раз и происходило такое что эти люди постоянно говорили то что у меня происходит то что я переживала я не знаю как они это видели как они это знали я и мне казалось что они читают мои мысли они все как сговоре говорили вещи против меня говорили то что я переживаю внутри то что я чувствую то о чем я думаю притом это было не единичный случай с одним человеком а практически со всеми поголовно на меня оказывали такое давление психологическое что просто было невыносимо это выдерживать такое ощущение что я попала там в какой-то ад в какую-то преисподнюю происходила такая мистика у меня были судороги у меня было были бессонницы у меня было до такой степени напряжения то есть я о чем-то подумаю и человек это говорит понимаете и так постоянно постоянно в течение трех месяцев и постоянно психологические атаки вот этот моббинг да вот это вот насилие над психикой унижение давление сумасшедшая и началась война застрелили моего друга я сидела рядом с ним в машине снайпер русский в него выстрелил и он умер и я потом выбралась этого места уехала за границу друзья и тут началось еще дальше больше я побывала за там последние восемь месяцев во многих странах и куда бы я ни приезжала постоянно был этот ганг сталкинг постоянно меня преследовали не преследовали а как знаете как создавали мне неприятности давили унижали нападали атаковали притом не только мои сограждане да то есть а и люди вот в европе да там в черногории вообще я уехала оттуда я не знаю как я не покончила с собой у меня там такое происходило жуть просто вот меня там и на деньги кинули и в общем в италии то же самое когда я жила надо мной такое ощущение что знаете так изощренно психически издевались когда там работала в отеле вот в англию я приехала в конце осени и я поселилась в дом где постоянно было насилие над моей психикой за стеной жил подросток который постоянно смеялся громко говорил по телефону день и ночь я мне не было покоя они собирались потом всей семьей внизу я не могла выйти не приготовить поесть ничего и это давление усугублялась усугублялась друзья я просто начинала понимать что это какое-то просто бесовская какое-то бесовское проявление такое ощущение что я имею дело не с людьми с бесами но самое показательное было то как я ехала в автобусе это он просто привожу примеры я ехала в бусе в англию с украинцами которые на меня начали в дороге просто нападать атаковать унижать говорить какие-то фразы в мой адрес одна из них просто смотрела на меня таким взглядом такое ощущение что на меня смотрел не человека демона если бы ей дали оружие я уверена она бы меня застрелила честно и я просто с вырванными нервами в таком состоянии приехала в англию и когда я уезжала из англии а я не могла оттуда выехать понимаете наламывались планы у водителей отменяли рейс потом я все-таки я двое суток прождала этот автобус я чудом оттуда выехала и на обратном пути со мной ехали уже другие украинцы и они на меня смотрели таким же злым взглядом с ненавистью такое унижали меня третировали издевались морально просто хамили что я я через такой квест прошла я чудом я вышла с этого буса я пересела в такси на границе чтобы ехать до львова чудом попался мне водитель который мне сам предложил довести меня до львова я сбежала с этого буса от этих бесов во плоти просто я их по-другому назвать не могу и чудом доехала домой я после этого уже боюсь куда-либо выезжать боюсь куда-либо вообще идти потому что чем дальше тем хуже вот я пыталась недавно устроиться на работу и там был целый ряд событий в общем абсурдная ситуация проходила детектор лжи после чего когда я пришла на обучение мне сказали что я должна буду врать на этой работе причем врать по полной программе я решила отказаться от этой работы потому что это идет вопреки моим принципам и я сажусь в маршрутку и пишу вот отказ до менеджера о том что я не буду там работать и рядом со мной сидит женщина и говорит по телефону прям вот так вот под боком и говорит вот она такая сякая ей ей не подходит эта работа да она просто ленивая да она просто такая сякая и я это все слышу и друзья я не знаю это просто я я не знаю я уже вот честно я человек достаточно рассудительный я пыталась проанализировать я щас не говорю не говорю про тот мистический опыт про все операторов это отдельная тема я щас говорю про ганг сталкинг я рассмотрела все варианты окей может это проклятие давайте рассмотрим если бы это было проклятие мне бы не везло так в жизни мне очень часто везет меня бог обо мне заботиться он не столько чудес его забота его любви столько свидетельств что времени не хватит их все рассказать у меня не было бы у меня рождение свыше бог бы меня не благословил этим понимаете а он не открылся пять лет назад в такой степени что не каждому откроется то есть я просто как будто в раю побывала понимаете это тоже отдельная тема достаточно глубокая и обширная вот но вот этот ганг сталкинг не прекращается я понимаю нет это не проклятие что это может быть может быть у меня до такой степени плохой характер но я наоборот отличаюсь тем что я стараюсь максимально по-доброму относиться к людям и ожидаю что с их стороны будет такая же отдача даже я всегда пунктуальная всегда выслушаю всегда помогу подержу у меня очень открытое доброе сердце но по ходу получается чем ты добрее и тем больше на тебя нападают эти я не знаю кто это не люди боты и бесы во плоти у меня просто я уже не нахожу слов вот и чем дальше тем веселее то есть у меня столько этих случайностей столько этих случайностей в кавычках совпадений понимаете у меня разрывается от этого мозг до такой степени что мне кажется что иногда же я просто сойду с ума что уже доходит до того что я мне начинает казаться что-то какой-то эксперимент надо мной что я одна в этой матрице и просто эти они за мной наблюдают и просто насмехаются надо мной и смотрят как я себя поведу ну я не знаю я я каким-то чудом просто сохраняю рассудок я думала хорошо может быть в это не лезть да там не копать вот я пришла к богу и все как бы на этом остановиться до какое-то время мне этого было достаточно три-четыре года и вообще не задавалась этими вопросами но затем когда наблюдая в жизни такие события такое преследование гонения постоянные совпадения мистика этот опыт который у меня был в 2012 году когда проникли в мое сознание извините и это продолжается это продолжается по сегодняшний день в той или иной степени притом не только от этого человека с которым у меня вот эта связь образовалась но и через других людей они каким-то образом считывают мысли я не знаю я честно я такой человек что я до последнего буду сомневаться закрывать глаза и не обращают внимание но извините когда это уже достигает такого пика когда ты уже не можешь не искать ответы когда ты понимаешь а под вопросом твое твоя жизнь твой разум твой твой рассудок что ты уже просто на грани сумасшествие или самоубийство и это как заноза в голове ты хочешь найти ответы понять что это и я уже перри переискала столько информации столько вариантов на эту тему вот значит как как я это вижу как я это пытаюсь объяснить в своей голове значит есть факты есть опыт на который я могу опереться потому что теории это теории но одно я знаю точно то что за мной следят у меня до сих пор эта привычка осталась я всегда удаляю все сообщения переписки это уже у меня по инерции происходит то что за наследят это сто процентов то что идет слежка я не знаю чем я это заслужила и что это я до конца не понимаю но я увидела что у других людей происходит то же самое когда я вижу что это происходит не только со мной я решила просто записать видео придать это огласки чтобы другие люди об этом знали и могли как-то может быть кто-то знает больше чем я значит до вернусь к тому как я это вижу в силу своего опыта своего восприятия духовного опыта который у меня был и помимо этого в моей жизни у меня происходило очень много мистических явлений очень много духовных переживаний и опытов я пыталась сложить этот пазл воедино да но пока он еще полностью эта картина не складывается значит факты то что за мной следят это факт то что проникли каким-то образом в мое сознание и могут видеть что внутри меня хотя с этим не хотела соглашаться до последнего это тоже факт я пока что я не склоняюсь к тому что это какие-то службы там госслужбы фсб вот это вот все правительственные государственные какие-то опыты над людьми нет я склоняюсь больше к тому что это бесовское воздействие это какие-то бесовские технологии инопланетные я не знаю что это но это в духовном в духовном плане люди окружающие могут быть управляемы этими сущностями управляем вводимые бесами знаете как говорится бесы все как бы видят и знают и они могут просто управлять людьми отсюда вот этот вот это явление как ганг-сталкинг да то что нам кажется что вот это какие-то службы я сомневаюсь я думаю что это просто бесы берут в оборот власть окружающих людей ну потому что они и так им принадлежат если они не с богом то они достояние сатаны это их его подчиненные грубо говоря марионетки он уже ими руководит как хочет вот и таких людей основная масса очень мало божьих людей на планете вообще в принципе вот это я уже из своего опыта христианского вам могу сказать включая эти современные церкви секты там вообще порой ведь творится больше бесовщины чем в миру вот но это все тоже отдельная тема то есть а вот эти все операторы значит я склоняюсь к тому что есть люди которые приближенные сатаны которые имеют контактеры знаете с инопланетянами которые скорее всего являются бесами которым даются эти сверх возможности не зря вот это все видящее око знаете я небольшой знаток вот этой все темы но они каким-то образом имеют способность дьявол им дает способность проникать в сознание людей и это все тоже бесовщина короче говоря это все от дьявола и это может быть целая знаете как секта группа вот таких людей которых может быть и немало по всему миру которые имеют такую способность такие возможности вот это пока единственная как я это вижу и объясняю конечно у меня были и другие теории да там вот но пока это самое что мне кажется такое ну вот адекватно то есть сатанисты которые конкретно вступили в связь с дьяволом с бесами вот перешагнули этот рубеж и у них есть такая возможность я не знаю что это община секта масоны кто они там всевидящее око вот но однозначно они есть и они пытаются просто извести человека довести его до сумасшествия до до суицида одно скажу точно с богом это все гораздо легче проживать гораздо легче проживать это не сравнится с тем как я себя чувствовала до покаяния вот знаете как спихнуть это все на шизофрению я не могу по какой причине ну во первых шизофреники они не работают не учат языки не я была вообще волонтером в штабе в этой весной то есть я активно была в обществе и ну то есть я занимаюсь рутинными делами меня ну как бы вот и вполне адекватно соображаю я порой гораздо больше чем другие ну то есть быстрее и как бы с мозгом у меня все в порядке если бы это была шизофрения я бы заезжала как я знаю заезжают все шизофреники в псих больницу каждые у них рецидивы каждые там три месяца два месяца каждые полгода некоторые там каждый год заезжают вот как у меня знакомая вот я у меня ни разу не было рецидива да я могла находиться в пограничном состоянии уже меня изводились эти все явления мысли не давали мне покоя и были разные теории возможно бредовые в моем сознании но я пыталась докопаться до истины пыталась докопаться до правды потому что ну я не хочу как страус в песок знаете голову опустить и типа ничего не произошло на секундочку как не произошло если ты видишь такие же явления среди других людей если они умеют проникать в сознание людей то это очень все еще может быть связано с вот этим пророчеством библейским когда будет антихрист вот эти технологии что они будут позволять брать полностью под контроль человека его разум его сознание вот это знаете тут еще копать и копать вот и может быть мы не можем знать всей правды досконально то что инопланетяне есть это факт то что эти технологии от них это тоже скорее всего что факт и они являются вот этими падшими ангелами да вот этими демонами которые дают вот эти сверхспособности людям которые поклоняются дьяволу да вот и через них как инструменты да вот эти люди через них идет вот это безописовское наваждение воздействия преследования гонения да вот эти все явления через которые я проходила и прохожу друзья то есть по сегодняшний день я вообще последние две недели у меня до такой степени усилилась через моих знакомых которых я и так сократила до максимума до минимума точнее уже начались такие атаки в открытую просто люди это уже не то что совпадение мне просто страшно становится мне кажется такое ощущение что меня хотят просто уничтожить просто уничтожить довести меня до суицида сломать мою психику полностью вот и я сейчас ограничила свои движения вот и общение чтобы просто прийти в себя отойти набраться сил вот я нахожусь дома вот и пытаюсь это все проанализировать найти информацию на эту тему и возможно кто-то из вас кто будет смотреть это видео возможно вы что-то знаете поэтому поводу возможно у вас есть мысли на этот счет делитесь пожалуйста вот ну как бы не знаю я понимаю что это видео такое многие могут посмотреть и сказать вот там девочка сошла с ума вы посмотрите сколько таких же девочек и мальчиков которые проходят то же самое это что совпадение причем абсолютно адекватные здравом рассудки рассуждают и понимают все что происходит может быть делают какие-то неточные выводы в силу недостатка информации и знаний но это явление набирает обороты и чем дальше тем больше это как бы объяснить вообще у меня такое ощущение что я в каком-то заколдованном мире живу честно уже такое ощущение что не люди большая часть ходят по земле а полубесы или прямо без его плоти и понимаете это что это последнее время такое это вот мы живем в последнее время поэтому такое происходит просто я не знаю если кто-то понимает происходящее напишите но это просто невыносимо и я перестала уже себя там самокопанием заниматься что со мной не так что это может быть может проблема во мне нет друзья проблема в этом мире что-то происходит страшно потому что я вижу как бог меня любит как он обо мне заботиться если бы проблема была во мне то не было бы этих понимаете проявление его любви и заботы ну то есть честно я задача на этим и моя цель на сегодняшний день это знаете как если раньше там сравнить как мы жили там 10 лет назад 15 лет назад с миром произошло что-то непоправимое чем дальше тем больше этот мир катится в бездну я же говорю у меня такое ощущение что я в заколдованном мире каком-то живу я выхожу на улицу и я часто вижу такие явления мне кажется что все прямо какое-то заколдованное дьявол взял полностью под контроль эту землю и людей очень многих вот это скорее вот версия которой я склоняюсь чем какие-то спецслужбы да но может быть есть я не отрицаю этот факт ну что это может быть но слишком все глубоко слишком все запущено слишком все масштабно вот и да делитесь мыслями если у кого то есть информация на этот счет вот или опыт то есть моя цель на сегодняшний день и как бы это ни звучало это не сойти с ума друзья не сойти с ума не потерять рассудок в первую очередь от всего происходящего остаться в живых потому что на меня уже идет атака говорю вот с англии мы ехали в бус чуть не разбился лопнуло колесо с бучи я выбиралась когда война начала застрелили друга он сидел рядом со мной в машине умирал у меня на коленях ну то есть я просто происходит какое-то выживание и я же цель это выжить и не сойти с ума вот я уже там не гоняюсь за какими-то мечты и амбиции там какие-то цели да они у меня были там как у всех людей вот но как бы из в силу там моей христианской веры у меня очень многое поменялось внутри приоритеты вот и сейчас действительно такое время мы живем когда первостепенно скажем так приоритетом я буду говорить о себе для меня является это спасение души это просто спасти свою душу от вот этого ада окружающего этих бесов вот и спастись самой потому что сейчас очень много очень много лжи вокруг очень много грязи очень много беззакония очень много соблазнов и бесы активизировались до такой степени что приходится просто выживать и сохранять рассудок всеми возможными силами спасибо что послушали мой опыт мое видение может она немного так размыта да то есть не не четко так я здесь изъяснялась я не знаю буду ли я вести дальше канал потому как я такое последнее время образ жизни веду в отшельнические вот но мне интересна эта тема и я буду по возможности делиться тем что я вижу своим опытом и своими мыслями на эту тему всем спасибо всего вам доброго если там то есть это что все в в в Продолжение следует...